Слава Богу, да. Слава Иисусу Христу. Слава Дрекиму Господу. Дякую Вам, Господи, Господи, Слово. Ой, об этом надо говорить постоянно. Да, оно актуально, сзадушно. Сзадушно, сзадушно. Нам свойственно суетиться, забывать сегодня вещи. А тем более, самые главные вещи, даже апостол Павел писал, напоминаю Вам, мы, братья, Евангелие. Напоминаю, даже он напоминал вам постоянно, напоминал вам Евангелие. Слава Богу. Спасибо тебе, Господи. И вот сегодня я напомню Вам слова из Евангелия от Иоанна. Первые слова. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было у Бога. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была, свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объявила его. Был человек, посланный от Бога, имя Ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не принял. А тем, которые приняли его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. «И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». И Иоанн свидетельствует о Нем, и восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли, и благодать нам не дадутся». Ибо закон дам через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в небе Отче, Он явил. Аминь. 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 О, спасибо тебе, Господь. Благослови нас сейчас, благослови, кто записи потом будет смотреть все это в служении, пробовать. Благослови Господь всем, братьям, сестерам. Господь, Боже, и это Слово Твое, которое сейчас у вас звучало, из Иоанна Валитарна, пусть оно будет нам напоминанием о Твоей любви, о том, что Ты есть свет, как Ян пишет в послании. И нет в Тебе никакой тьмы, что действительно Ты есть свет наш. Слава Тебе за все. Аминь. Аминь. И, друзья, братья и сестры, дамы, господа, по-новой плане, по-новой плане, по-новой плане. Красиво. И вот, как Вы сказали, что в период, в период, в период, что по-новой плане будут через, как это будет? Господь. Роберт? Роберт. 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 Еще раз. Не как дела, а как подарок. Панувателем в жизни через единого Иисуса Христа. Такое, чтобы понимать, значит, надо это благодарность принимать. Да, принимать, постоянно принимать, благодарить и уже знать, что ты правильный. Вот так, в украинском гимне, как говорится, поешься там за Панувимому брата, да, в родней сторонце. За Панувимого. А как, вот многие так и до сих пор, хотя в гимне поешься, да, украинский, но многие так и не знают, как же мы будем Панувателем? Панувать вообще. Как? А вот как. Ответ Божьим словом. Ответ. Божьим словом, есть ответ. Как же мы будем Панувателем? Панувать. И еще одно место на эту тему. Глава 8, начало. Начало 8 моей главы. Аминь. «Бо закон Духу життя у Христу Иисусу звільнив меня от закону греха и смерти». Аминь. Тут большая мудрость Божа в этом. Как пановать, как жить, как жить у Христу Иисусу не за твою, а за Духу. Как жить? Тут написано. Отже, нема нині ніякого особи. Коли немає особи, коли ти себе не послужуєш, а приймаєш увага, так і так, правильно? Тоді ти живеш в Иисусі Христі. Аминь. Аминь. А не за Богом. За Духом, а не за Богом. Аминь. Тому що це великий гріх, як сказати, послужбувати себе. Ну, як ви сказали, начальник, хто є такий, щоб послужити взагалі? Тому суття є Богом. Аминь. Аминь. І от, щоб панувати все у житті, щоб не хворіти, щоб приймати благодать, щоб приймати все те, що нам, нам, нам Бог дав всі ті плава славіння Авраама. Через Ісуса Христу сказали, що вони належать нам. Щоб їх взяти, вони належать нам юридично. Щоб взяти їх фізично, треба зробити перший крок. Жить у користі Ісусі не по плоті, а по духу. А як жить? Жить по духу. Перше. Немає нині ніякого послуг. Не ослуживати себе. Аминь. Я по Христі Ісусі. Так. Аминь. Все, всі, які прощені, це що, значить можна грішити? Ні, не можна грішити. Ми ж не прийшли до Бога, щоб грішити. Ми ходили, не раніше ходили в світі, грішили, як ми прийшли до Бога, щоб освячуватися. Аминь. Аминь. Який перший крок, щоб освячуватися, це не ослужити. Аминь. Аминь. Який. Вітаю. Вітаю. Ми сьогодні вже двома прославили, двома. І Іван Геотиану з перших гордих, саме почав. І то було з Іваном Геотиану. А це з першого послання Геану. Тоже почну. О том, що було от почава, що ми слышали, що виділи своими очами, що рассматривали і що осязали руки наші. О слові «жизнь». Опять як це слово, да? «Жизнь». «И ми виділи і свидетельствуємо, і розвіщаємо вам сию вечну жизнь, которая була у Отця і явилась нами. О том, що ви виділи і слышали. Возвіщаємо вам, щоб і ви не мали общение с нами, а наше общение с Отцом і Сыном Йому Ісусом Христом. І сие пишем вам, щоб радість ваша була совершенна. І вон благовестие, яке ви слышали від Нього. І розвіщаємо вам. Бог є свят і не в Нім. І на Твої святі не вийде. Амінь. Амінь. І, ви знаєте, я хочу чим подивитися. Таке інтересне було. Інтересне було проішествіе вчера. К тому, що я просмотрел молю, там, якого-то запись в Шаббат. Я, значит, утром пошел на молитву і взяв з собою камеру, штатив. Я думаю, запишу, не запишу, не знаю. Бог, беру на всякий случай. Іногда включаю или не включаю. По-разному. А это так, прям, как-то так. Расположение було. Даже пока по парку прогуливался, молюсь. І у мене чё-то там воно. «Надо включить». Я даже до конца не знал, що вам скажу. «Надо включить». І там, у води, місце було хорошее, мало людей. І там молюсь. Там не мешає я. Молюсь. Бог просто дарю. І включив теж камеру там. І теж прочитав, якщо зима для тряда. І розказав свидетельство своє. Вновь там напомнено. І вам хочу тоже напомнить про свидетельство своє. Прославить Бога хочу. Давнее, старое свидетельство. Даже самому щас не верить, що це було со мною. Тоді був совсем доброй человек. Абсолютно. Тоді був ще юноша. Совсем. І в 80-х годах ще були. Советський Союз. Ще я в армію слушаю. І там були іскушення. І іскушення. І гонення. Іспитав я в своєю життя. Такі серйозно. Первое. Ну, первое. Саме я, конечно, як верующий чин спитав я ще в семье. Отцам охранникам близьки. Це було самым тяжелим було, конечно. Ще главним. Родителі відрекалися мене. Мама, баба. Віт. Ультимату ставлю мене. Вначай по-хорошому. Папа спитався по-хорошому. Мене от Бога, от веры отворити. От церкви. Вот, и он у меня очень добрый был такой человек, и он хотел меня убить, но и желание исполнить. А я мечтал свою мастерскую, я работал в училище, заканчивал, и в армию художественную, и в мастерскую там работал, и так далее. Ну, там у меня не было сам мастер свой, был уголок свой. Ну, там большое помещение, все места хватало было. Художники архомедии, в основном, все собирались. Ну, я мечтал, конечно, свою мастерскую тогда еще, и сейчас снова мечтает, сейчас снова мечтает, она как-то так вдруг обнаруживается. Вот, и, представляете, значит, отец обещал вот товар, даже свою мастерскую мне приобрести. Вот, значит, вот так. А потом отрекались меня, потом ультиматный год, либо мы, либо твой Бог выбираем. Конечно, тут было, ну, страшно. Выбор он для меня будет. Очень тяжелый для меня был выбор. Не то чтобы я выбирал, я не мог даже выбирать просто-просто. Я, я жизнь не представлял вообще без Христа, без Бога и без Библии. Понимаете, значит, я не выбирал, в смысле, вот, взвешивать выбирать, что же будет мне. Я не могу даже, вот, перебору тебе выбор. Выбор был страшный в чем? Что в осознании того, что я иду дальше с Богом, а, значит, семья моя, они отпадают. Вот это очень невозвратно, конечно. У меня с одним священником разговаривают, конечно, вот. Но не в самом роли, а там еще, вот у нас такой городок, по-другому слову, Болхов. Там один храм был действующий. Когда-то там очень много было храмов. Такой город был очень красивый. Я смотрел фотографии, старинами революционные, там много было храмов. Вот, все порушили. А какие остались храмы в связи с этой весы? Только один храм, действующий там, 12 ушек. А когда-то там было около 50-х артий. Представляете, там городки, в Голоск вообще, да, и огромный собор. И вот я с этим священником познакомился. В провинциальных городок в Заколоске. А я туда как художник приезжал, как раз с ребятами. И, ну, ребята там на тренер, я тоже на тренер. Все равно, я быстро как ха-ха. И как раз со священником пообщаться. Я об этом священнике просто много слышал хорошего. Такой порядочный человек. Вот. И он мне рассказал, что у меня та же самая история. У меня даже еще та же самая история была. В конце 70-х, его отец, он был в этом Орловском райкоме партии, вторым секретарем. Вот, значит, там… Орловском райкоме партии, не знаете. Вот, значит, и мама тоже была по партийной линии где-то там. Вот, значит, и тоже партийная семья. И он рассказал мне, что, да, вот, они не только отреклись от меня отрекались, но даже и в газете опубликовали там отречение, вот такое, значит, и даже, значит, там, как бы на сознании Орловском райкоме партии, вот, значит, там, в присутствии вот всех там участников. Вот, значит, отец публично, демонстративно, торжественно отрекся от сына, от него. И, значит, этот священник у меня рассказал, что, знаешь, вот, я как-то очень тяжело до сих пор вспоминать, но вот я пересектировал, значит, и пережил, и говорит, теперь вот я и жалею, что я пошел, да, чтобы за Богом, и… Он поделился. Для меня это простой рассказ такой. Он говорил, ну, он был и священник, ну, как он, блин? Тогда он про меня дал, слушай. В зоне, в зоне, в зоне, в зоне, в зоне. Вот, значит, и, значит, но он сказал, что, да, вот, значит, что у него была такая история, мне это помогло где-то, вот, укрепило меня. Ну, конечно, в газете, в моей ролике, не публиковали ничего, и, там, в лакоме партах ничего не говорили, но мне рассказали лично, родственникам сообщили, что наш сын, то есть, я умер, все, похоже, нет сына, вот, значит, и, вот, как-то, как мертвый. Значит, и, что все, верующий умный. Конечно, мы напечатали, трудно все, но он переживет и все. Так, приветствую. И, знаете, потом, конечно, прошли годы, уже прошли тогда годы, там лет десять, там, наверное, словно прошло, вот, родители, слава Богу, покаялись, но так покаялись. Они шаги стали делать вот так Богу, вот, даже попрестились в храме, там, значит, там, в том же храме, где началось служить. Вот, и даже на приход ко мне приезжали тогда, вот, и в девяносто первом, девяносто втором годах я слышал тоже о грязани, вот, как раз маму и папу приезжали грязань, грязан с области ко мне на приход, и даже сказали, между прочим, такие слова, что слава Богу, что умный у нас тогда не прослушался, вот, обошел таким путем, вот. Но, опять-таки, некоторые годы пришлось вот перетерпеть, пришлось очень тяжело. Но это самые первые испытания были, такие веры, вот, самые первые, такие, ну, больные, которые очень. Но в армии были другие испытания, очень суровые, конечно. Первые полтора года было нормально, вот, я потом стал понимать, что тот офицер, который меня покрывал все время, ну, я так понимаю, подозреваю, что он, скорее всего, был тайком верующий, вообще. Вот, он сам был в Западном районе, кстати, вот, где-то вот с ваших районов, где-то зацелал прощение где-то. Вот, и я так понимаю, что он, хотя коммунист, офицер, все, но он, видимо, где-то так, в душе, где-то, все-таки, вот так, был не против Бога, и даже уважительно ко мне относился, и все время покрывал меня, вот. Вот, и я, вот, работал нормально мне, служить более-менее. Вот, значит, и, ну, по ним было жаловаться, даже, там, часто было и в церкви, вот, по любому поводу и без повода. Вот, и, и вы знаете, но последние полгода была очень тяжелая служба, потому что новый офицер пришел, вот, и он был ярым таким коммунистом, и ярым изможником, вот, ярым, яростным даже. Вот, а наша рота была образцовая, в полку считалось, и надштаба сказал этому офицеру, что рота образцовая, которую он получает, вот, где он будет рекомендирован, но там есть одна большая овца, которая все склада портает. Вот, и самое интересное, он имел любую меня, начальник штата, этот попковник имел любую меня. Хотя, никаких замечаний в мой адрес по службе не было абсолютно, то есть, если другие ребята там, самоболки, там, что-то еще, значит, там, какие-то там проблемы возникали, в мой адрес никаких проблем не было, навеканий. Вот, единственное, что, значит, для него это было, почему я был правшивовцой для него, потому что мое личное дело, которое у него лежало, значит, это мне подобно сказать спустя годы, значит, бывшей работе штата, который стал потом диагоной православным православным православным. Вот, значит, и он сказал, что в понедельник было написано, еще в альтамате кто-то написал, что был, значит, верующий. Вот, и, как бы, поэтому для него это, полковник, полковник, это было как будто бы я был изгоем. Вот, и, ну, о чем можно сказать, что вот там, в парке Кёрте, я об этом вспомнил, и о том, как был в карцере, полтора месяца последних скупок был в карцере, и все равно у нас с грузовым лифтом, вот, ну, как грузовый лифт, застрявший на полтора месяца. Вот, только холодный, цементный мешок, полумрак, вот, значит, и, в общем-то, тоже не какой-то ремень, ничему нам не было хабрировать, все. Вот, и, так интересно, ну, рассказал об этом всем, о том, как Господь явился ко мне в карцере, о том, как пережил чудо в своей жизни, о том, как последующие, там, две недели я находился в том же карцере, но все было совершенно иначе, вообще, потому что, ну, этот мир и радость, которые нельзя нам передать просто-проста, переполкали сердце, вот, и это было чудо таких для меня больших. Ну, я все рассказал, значит, на камеру поманился тоже, потом выключил камеру, поманился, иду пока, и снова возьму банку, и, представляете, значит, когда поднимаюсь в квартиру, а я там на 13 этажей, вот, и застрял, любите. Значит, и кнопка там, вызова никакого не было, еще звонил, там телефон, случайно такой, еще там, звонил, никто тут не берет, я так, и тут-то я такой, говорю, Господь, спасибо тебе, ты мне дал снова, как, прочувствовал, я, я думаю, дай вы сегодня пару недель будете забирать, я буду болью с ней просто, просто какие-то, вот, я, я хочу помочь с собой, и, ну, да, хорошо вдруг, я даже не переживаю вообще, достал мне, достал мне, достал мне, когда достал, вот, сижу там между этажами, на этом мифе, к мифту, молюсь, Бога вновь даю, за все за счет молю, вот, значит, но, еще, какое-то, какое-то переживание интересное было, вот, ну, долго не сидел там, часочек там, значит, там, а потом еще раз, думаю, наберу, еще раз, позвонился, ну, приехали ребята, вызвали меня оттуда, значит, и, знаете, интересно, потом думаю, ну, Бога тоже, какой-то, юмор тоже есть, он мог бы меня, вот, где-то там посетить, так вот, сильно присутствует в своем, ну, уже в квартире, или в том же парке, допустим, вот, а вот как-то, особенно сильно так вот посетил меня ближе, и иногда так снова закрывает, как пространство какого-то, ну, так интересно было, вот, подобно-то, вот, и вот этим этим делюсь, ну, а там, конечно, когда в армии, когда был в КАКСЕ, там, я же не знал, что полтора месяца прошло там, вот, и там уже это было очень сложно, ну, физически было почти возможно, вот, ну, для меня, по крайней мере, да, вот, это, по-моему, холод, голод, как бы, обезборствование, вот, потому что, там, значит, первые сутки, там, или трое, что я не помню, вообще-то чуть-чуть добавили, вот, значит, и на вторые сутки, ну, да, там, Бог уж не такой, воды такой, жирщий такая просто, вообще страшно, фу, вот, в нормальных условиях какого-нибудь, что-то, вот, по-моему, ну, там даже, это, попьешь, может, и не хочется вообще, и, и, на третьи сутки, помню, добавили уже, не помню, помню, третий сутки, вот, а потом мы говорили еще сутки, еще сутки, и там, значит, холодно, вот, ну, представьте, полтора месяца не спать, не есть, вот, значит, и почти не пить, ну, вот это, не знаю, такой вот, 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 и плюс еще это флоркой воняло, там, просто, издевались, именно, ребятами до меня, там, у нас, в карцере, там, ну, в этом, на галупахте ставился, так называемый аквариум, у нас назывался, это когда, там, некоторые, там, бунтари, там, или как-то там, или прогнившихся, сажали туда тканцев, наливали туда, на пол, два-три китра воды, вот, и совоку его убили, и закрывали, а там, очень герметично, то есть, это сразу, это какие-то секунды жизни, потом отключается еще, стерео сознания, ну, форму не троги, вот, башка вот такая, слезы, сопли, слезы, все, все обжигает, моментально обжигает, потом кровью харкает, значит, человек, значит, ну, вообще страшно, конечно, и при поступлении туда, значит, туда, в авто, значит, обычно обливают сразу тычь, и почки сразу обливают, вот, ну, это процедура, такая стандартная процедура при поступлении туда, вот, значит, и, конечно, это было все, более чем это, тем более ландом, если за что-то там проштапился, допустим, да, а попал-то, я даже сейчас не помню, за что-то, собственно, вот, но он мне объявил там трое суток арестов, а потом добавляли еще, еще сутки, еще сутки, на пробежке у меня, как раз зацепил, у меня на пробежке офицер, у меня был крестик, я его прятал, вот, когда пробежка начну, у меня, там, в ходу, крестик полетал, там, как бы, не заметил я, вот, и товарищ сказал, сняли, я говорю, ну, извините, не могу, сразу сутки арестов, сразу пошел туда на этот факт, вот, и, значит, ну, я так понимал, что дело-то не крест, и даже, ну, в самом принципе, что, ему было поперекло, что, значит, что, вот, человек ведущий в его роде, тем более, это был блатной офицер, у нас были такие блатные некоторые офицеры такие, вот, и, ну, как такая золотая советская молодежь, вот, то есть их родители были где-то там тоже в паркомах, там, гакомах, там, значит, там, и, и, и прочее-прочее, при портфелях, вот, а его, значит, он был молодой, старший лейтенант, а его отец был генерал-позводник, командующий военного, вот, ну, как бы, не нашего рода, но все равно военного, западного города, вот, значит, и, в общем-то, поэтому, наверное, это его еще больше раздражало, вот, и, конечно, выживать, я сейчас сам удивляюсь, так, я вообще нажимал на полигон, допустим, вот, он, там, значит, вот некоторые вещи прошло, вот, 30 прошло, допустим, значит, да, он до сих пор смотрит некоторые вещи, ну, скажу так, неприятные просто, но и больно это вспоминать даже некоторые вещи, вот, вот, просто шло, 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 было на длине, тон расположения роты, сединочек, поднимают меня, значит, и просто отбиваются, вот, полностью все отбивают, вот, значит, и потом, значит, обуваешься, портфелях не загорается, у нас не загорается, а загорается, только одни твердочи, одеваешь кердочи, ну, хабай, значит, кердочи, значит, шинели, на длине вишни, шапку, и на морозы, а там, как раз морозы были, какие-то, насколько там, ниже лица с морозами, и до утра, до подъема на морозы, по плацу, вот, на босуну, в филочах, вот, как я вышел, я не знаю, как я прошел, честно говоря, потом, значит, просто входишь, и уже потом уже первый час еще на память еще молишься, второй час уже понимаешь, что все, уже это не чувствуешь просто вообще, ну, просто идешь, как будто к лудышке просто, просто на футболе дышишь, вот, и, значит, до утра к подъему захожу, я, значит, просто уже в кровать просто падал, у меня, ну, ног не чувствовался, как будто их нет, но Бог совершал чудо, вот, и, ну, мы работали, и, как бы, потом отнимались, и мы снова, потом снова, значит, я смог ходить нормально, вот, и, у них другие вещи, другие, сейчас вспоминаешь, просто даже удивляешься, на полигоне, на полигоне, там даже, вот, у нас там все жарко, все думали, что я не выживу, а я выживу, целый день на броню, на морозе, вот, расчистка полигона, там максимально часто, вот, находиться было, значит, на броню, то есть это надавнее, ты должен спрыгивать с танка, остальные должны цеплять, допустим, эти, пусть полгода и деревья, потому что там еще что-то еще, расчистка полигона, вот, значит, потом запрыгивать на танк, нужно очень все прогорло делать, потому что танк трубится быстро, значит, и там нужно не слететь с брони, просто, вот, значит, и сейчас максимально находиться на броне было, а это целый день на броне, на морозе, там есть буршлаг, здесь было, как панцирь был, просто так, вот, как рыцарь ходил, вот, и как выжил тоже, они бог только знали вообще, вот, но куда бы он управлял меня, я бы с ним уже был, самое интересное, и вот последнее, вот, он поплялся даже, как-то там, пообещал, что он перестроил роты прям, построил его роты, то есть вообще в роте как будто никого не видел вообще, то есть только лишь ягер был, и, конечно, битным было неприятно, но бог упреклял, и знаете, потом было следующее, вообще это, как вспомним, он пообещал, что живут, я не вернусь, короче, домой, и, значит, что в дисплаты поправлюсь, а мои уже все стали войнятся, вот, мой призыв, значит, а я должен был пойти в дисплат, то есть еще одна работа там, а, ну, это вот, военная тюрьма, вот, а там мне потом передали писать, передал его слова, вот, значит, и он написал, что там, значит, вот тот московский область в дисплат, куда должны отправить, я так сказал, что, значит, то там его родные дяди начальники, и они, где-то, где-то, где-то делают уже, когда-то, ну, обычно вешали кого-то и потом на самом деле списывают, вот, из дисплат. Да, и закрывают списать легко, в принципе, салаты, а из дисплаты тем более, то есть там процент списываний, значит, состава, он гораздо больше, вот, до трех процентов, то есть можно списать салаты, без всякого, абсолютно, просто бумажные вопросы. Не хотелось дебил на экран вперед, таким словом, вообще, как-то глупо думаю, вот, слишком далеко все зашло на это противостояние, но там в полку все уже знали об этом противостоянии, конечно, и офицеры все. Честно говоря, многие офицеры этого старшего лейтенанта его не любили, этого офицера, многие офицеры, большинство, не любили его, вот, он вел себя очень так вот нагленно, вел себя всегда, так, очень, так, ну, вызывающе, потому что он считался самым таким владельником полку. Даже когда было построение полка всего, допустим, представьте, весь полк на полосу стоит, офицеры все взводные, родные, все идут, значит, батальоны, значит, все идут, значит, командир полка, выходят вперед, вот, все стоят смирно, командир полка стоит смирно, и со всех этих, там, десятков там офицеров, разных, лишь один наш опыт старшего лейтенанта стоял вольно, демонстративно, перед всем строем, и офицеров, и солдат, и математик тормозным говорили. Ну, он, как бы, гордился тем, что его отец там начали в округу, а его тесть, он к нам тоже, тесть приезжал вместе с министром, а потом министром подручил. Вот, он был старшим прокурором в Московской области в 1980-х годах, то есть, ну, такая фишка, такая, как-то. Вот, и из Донбит, и, ну, у Марсина такую шляпу, такую шапку, такую фуражку, обычную советскую фуражку на себе сешу, а у него была такая китальонская такая, то есть, как аэродрома, бригада, возле полочка, даже сапоги у него были другие, не как у всех офицеров, такой кожух, такой крокодиловый кожух, ну, не по устаму, и установили сапоги вообще, то есть, как бы, все это было демонстративно, как бы, все это было так, ну, понимаете, я, кстати, офицер тоже общался, ну, слышал, о чем они говорят, и понимал, что ему ноги поперек будут просто, вот, этот офицер. Вот. Но самое интересное, вот он задался целью просто меня извести. И вот туда, в конце, вы посадили меня в очередной раз. Я думал, трое суток пройдет, уже все, я перетерпел, ну, трое суток, можно пережить там. Вот. Но когда трое суток закончилось, ну, в корову заступает, и мне объявляют еще там, я не помню, сколько там, сутки или трое суток, что там объявили еще, от, не помню кого-то, от животного, что ли. Ну, не важно даже сейчас, а от того уже не так важно. Хорошо, прошли эти сутки, там, или трое, то, собственно, прошло, значит, я уже думал, уже все. И новый народ заступает, и меня объявляют, от кондата, так сказать. Вот, еще там, прошли сутки, еще остаюсь. Вот, да, да. Значит, потом, значит, от кого-то еще там, значит, от чего-то еще, там, не помню. Ну, и там добавляли еще на месте. Я просто молился, ну, пытался там тихо, но как мог. Вот. И еще добавляли сутки. Опять-таки. Уже это на нервах было. Ну, и потом мне, когда наш род, коров заступало, то писали наши роды, он сказал мне, что тебя можно здесь лежать до конца. Вот. Я в части не вернешься, передался вам нашим родам нового. Вот, в части не вернешься, если не вернешься, только лишь отсюда идешь, только лишь убьешь, значит, в дизбанк. Все. Больше не надо. Вот так вот. И, конечно, печально. Дебиль, а я вот пилот-пилот-пилот и прочее. И вот потом еще сутки, еще сутки. И вот так вот набежал у меня полтора месяца. Вот. Ну, честно говоря, знаете, вот когда месяц заканчивался, вот, пребывание там, это настолько развивалось, какая-то, как говорят, острофобия, что-ли, вот уже. Ну, находиться в таком замкнутом пространстве, в таком холодном таком цементном мишвейном, полумраке постоянно. Лишь раз в сутки видишь такой свет в коридоре электрический. Вот, значит. А так полумракнулся. Окошечка вот такой. Слава, очень пустое освещение такое. Вот. Это добивало. То есть ты уже сутки отсчитываешь, тогда уже, уже потом, только когда нового покорода ступает, уже понимаешь, что еще сутки прошли. Не спать, не есть, значит, и холод. Холод. Мне казалось, вот я пронес, да, ну, дальше не могу, то есть, ну, вообще полностью пронес. Я согревался только, что немного приседал чуть-чуть, отжимался чуть-чуть, и вот, и хоть немного кровь разыгрывался, вот, и хоть немного согревался. Вот. И там цеплодом почти налеваем. Батарейки нет, то есть вот там и все, ну, такая работа. Это, как бы, очень жесткие условия. И плюс еще это боняло этим флором этим. Особо первые дни. Это было поднимыносимым, просто там сокли, слезы, и все сразу. Вот, и, ну, ладно, там, конечно, еще и не обочина суббили в очереди печи, все, значит, отбивали, кровью хоргал, вот, значит. И, знаете, вот такое состояние такое было, что вот уже, ну, я не понимал многие вещи, но вот сейчас я понимаю, конечно, что это дяло-то как-то тоже туда. Потому что мысли такие, вдруг, ни с того ни с сего такие. Ну и что, как бы, тебе больше это всех надо, что ли? Кому что-то доказало вообще? Вот, ну, что там, как бы, твои все уже повольнялись, и ты, сидишь здесь, вот, как дурак, вот такие мысли люди молят. Ну, вот, начали же молиться как-то, что он мог, как мог, вот, обращался к Богу, и все это уходило. Потом снова приходилось, снова уходило, вот, в таком было состоянии. Так, ты и все. И знаете, что потом произошло? Значит, вот, и вот, был в таком состоянии уже, за месяц этот, уже, какой же это ремонт? Вот, ни на каких сил не было, абсолютно уже, абсолютно, мне вот, неважно, без плавки, да, лишь бы оттуда просто выйти. Я был готов на любых угостить даже, уже, как бы, получается, против себя даже, что угодно в этом портфире есть, и видишь, что у меня тут просто выйти. Ну, видимо, это надевались, но я так понимаю, не знаю даже. Вот, но и в таком было уже состояние ужасное. И, как выжили ремонт? Просто садился на цемент, наверное, вот, ну, целый месяц стоять или на корточке, такой максимальный государство тоже, конечно. Вот, а садился уже на цемент и сидел просто, потому что, значит, ну, ослабился совсем. И, представляете, и в этот момент я вспомнил кое-что. Я, значит, до армии мало что читал, ну, из духовной литературы. Ну, тогда и не было так, вот, такой обильный литературы. А у священников особенно тогда, ну, в то время так не набросишься. Ну, у одного просил, у другого кое-что взял, почитал, интересовался. Вот, в Библии читал, да, несколько раз, причем ее полностью, так, значит, да. Но, вот именно из духовной литературы православной малыши читал, но в этот момент мне вдруг вспомнилось кое-что. Очень четко вспомнилось рассказ о Георгии Победносце, о Георгии Победносце, о Георгии Победносце. И мне как-то так вдруг вспомнилось, не знаю, рассказ о нем как-то особенно вспомнился. Ведь он же был офицером, по одной из версий даже молодым генералом. Вот, и он же был уже в конце 3-го, начало 4-го века. Ну, как раз вот время такое, не поймешь, переходное. И гонение, и потом уже свобода объявлена, но он, как бы, не даже не до свободы. Вот, во время гонения ему газели. Вот, как раз последовательность этих яростных гонений. И вот, значит, Георгий, ну, ему приписывают царь, там, легенды, о нем. Там, Георгий, что он там драконов был как-то, там, еще там спас прекрасную полицейскую, такой рыцарский роман. Хотя, кто знает. Вот, из какого-то последнего резиновского периода нашел. А вот, ну, как? Динозавры. Динозавры, да, да. Ну, по крайней мере, я считаю, немного, что говорят, вот, рассказывают. На Кавказе верят, что он был чеченцем и революционным кавказским. Кто знает. Ну, одним словом, был, значит, такой генерал-офицер, офицер поляринский. И когда легионы немцы не вернулись, ну, извиняюсь, там, с погоды, с первого очередного, у них была обязательная программа жертвопоношения бомба. То есть это, как бы, значит, просто государственная религия и присутствует там император, весь офицерский состав присутствует, весь личный состав присутствует, поэтому, как бы, в легионах, значит, это было обязательно. Там даже знамена регионов были, значит, в честь богов, то есть, как бы, посвященных богам. Поэтому там, как бы, и двухбоклонство было, как бы, нормой. И, представляете, после этого похода, когда должны были сделать жертвопоношения бока, но Георгий вдруг отказывается явиться матриумфу, то есть, когда это отношение все, мотивирует тем, что он христианин, вот он не хочет принимать участие в этом все. И по-хорошему с ним пытались поговорить, вот, потом по-плохому его арестовали, его избивали, попрашивали. Вот, он лишь признавался в том, что он христианин и верит в Иисуса Христа, и для его, вот, поклонения богам языческой, это мерзость. Отказался человек. И вот, почему я вспомнил в этом эпизоде? Ему однажды, когда написано, избили его и бросили в Казиман. И если он до утра дожима, то должны были его вознить. Но его так жестоко избили, что думали, что до утра он не дожим. И представьте, такого вот чуда, описанных там. Когда, значит, утром леонеры открыли каземат, они увидели живого, здорового, без следов обоих каждого человека. И Георгий объяснил им, что к нему явился туда, вот, в камеру Иисус, и ему полностью их стерлили. И вот эти вот солдаты, они, ну, веру, они понимают, что за этой подлодкой не погладят, они понимают, что за этой смерть не погладят, но они исповедовали их от Иисуса, они кричали, что велик Бог христианский, вот, их взяли и казнили в тот же день, вот, значит, Георгий еще продолжались потом испытания по жизни. Значит, но с самого момента, что Иисус явился и исцелил его тогда, вот, поддержал его, и исцелил его. И я просто возобил к Богу. Я тогда научился молиться не вслух, а про себя, потому что вступили, да, молиться? Вот. Ну, максимально полголоса, я бы что-то скажу, что полушопотно. Но, как, допустим, и со звуком ты молишься когда, да, можно громко молиться, да, тихо, можно громко, можно кричать, да, потому что, да, со звуком. То же самое, как и без звука. Можно тихо молиться без звука, можно громко молиться без звука, можно просто ать без звука. Вот. И я, вот, я просто вопил к Богу тогда. В тот день я понял, что я понимал, что вот у меня сил никаких нет вообще, что все. И, значит, я просто вопил. И, представляете, значит, я видел видение. Хотя поначалу я, я ж настолько растерялся, я думал, что он разошел с ума. А тем более еще, как вот, знаете ли, как Пушкин писал, да, не дай мне Бог сойти с ума, потому что лучше ползать с ума, говорит. Значит, и, я, значит, а вот последние разы офицеры заходили, когда ко мне, значит, туда, в Тарцев, то, значит, некоторые из них говорили, ты еще нормальный? Ань, ты еще... Я думаю, ничего себе, не дай Богу, я еще трожился здесь. Вот, значит, и, представляете ли, и когда это началось, видение, то я, первое из них было, наверное, сошел с ума. Вот оно, по-моему, и было. Но потом эта мысль, шагная, она сразу ушла, хорошо, быстро. Потому что так хорошо стало было, что прям, знаете, как говорится, не в сказке сказать и первое писать. Мне вот, представляете, писать, я потом вспоминаюсь, что не видел того глаз, да, не слышал этого уха, и не прекратило то на все отлично время, что Бог приготовил любящего Него. А нам надо открывать Богу чем? Дух Святой. Бог открывает Дух Святой на земле, вот эти вещи потрясающие. И в тот день мне Бога, вот этот Дух Святой, потрясающие вещи просто. Ну, представьте, вот, в полмраге, наконец, уже месяц, да, лишь раз в сутки видишь в коридоре яркий свет, ну, электрический свет. Ну, от него же муришься, он, ну, все сразу, больно у тебя, когда видишь это. Потому что месяц находиться, потом с этим просто жутко. И представляете, значит, и вдруг, значит, когда у меня яркий свет, он действительно меня не ослеплял, я не жмурился. Знаете, вот, то есть этот свет, он очень яркий, он ярче, чем даже сейчас на солнце смотреть, ярче, но смуточно-яркий свет, глаза щупятся, ну, как, ну, так, просто, рефлекс. А здесь я не жмурился, я так понял. А еще интересно, этот свет, он, как вот художника, меня это очень сильно поразило. Знаете, вот, он проходил насквозь. Он не оставлял, полтонов, теней, абсолютно. Он как-то насквозь проходил. Я не видел всегда сквозь, но он проходил, вот так, прямо. И он был очень ярким, и он был теплым. Насколько это? Немероятно. Знаете, вот, я аж не знал, когда что-то, микроволновка, что есть там. А вообще, вот, на водуке, вот, я сейчас так реализирую, когда воду, как микроволновка, изнутри не согревал. То есть, мои курсы согрались. Такое ощущение, вот, на то, реально было, вот, реальное ощущение, что полностью весь прогрелся, до конца, до самого основания. Вот. А здесь, изнутри ты согрелся. И я внутри был очень теплым, горячим даже. Вот, кстати, еще две недели на мне оставался, так, набежал еще пару недель, но, я оставался теплым, все это время, после этого. То есть, я не остывал. Я думал, куш вышел, и я теплым вышел. То есть, я не остывший. Вот, удивительно. Этот свет, он согрел меня, и он очень яркий был. И когда он закончился, этот свет, то не было ни каких там, заячь, вот этих вот, после яркого света, в темную сторону попадаешь, а это снова полумрак, снова вот эта стена, я вижу снова стену, а то нерв, оно как будто бы исчезло. Ну, я стоял просто яркий свет, который вот так вот, насквозь проходил. А здесь снова стена, снова полумрак, но ни заячьи не бегали, никак, то есть, все было хорошо так же. А самоубедение было такое, вот, в этом свете ярким, я вначале был удивлен просто, пораженным светом, и очень так, он такой, какой-то радостный что ли, не знаю, как передать это даже. Вот, а в этом свете, еще ярче свет, хотя это невозможно так ставить себе, потому что, он у нас настолько яркий, что что-то ярче еще, а кто-то на самом деле ставит. Но, оказывается, есть, еще ярче свет, внутри этого света. И, точно сразу, вот в духовном мире, я так понимаю, сразу понимаешь, что из что, и кто из то. Вот, когда гусили на преображение, вот, да, то, значит, Петр, Иоанн, Яков, они же не видели ни фотографии, там, ни ресурсов, не было же, там, да, Моисея, Иоанн, и они, значит, там, все четко, и ясно не было. Вот в духовном мире сразу все понимаешь. Я четко знал, что это Иисус. И самое интересное, я, значит, и как художник, значит, да, я много, кстати, картин, с Иисусом, вот, и в Эльмитаже, там, в Третьяковке, вот, но самое интересное, и многие продукции были у меня разные, иконы делали их, тут даже я пробовал так вот, значит, и прочее, прочее. Но самое интересное, вот таких вот Иисусов я и видел. Он настолько счастливый, настолько довольный, знаете, вот выражение однования, как проросцы. На, на, никакой было такой. Вот, он довольный, действительно, такой счастливый, вот, знаете, вот если вы видишь, вот счастливый у человека самый счастливый в момент его жизни, да? Вот. Вот. А он еще счастливейший вообще. И вот он настолько счастливый, особенно счастливые вот его глаза и улыбка. Вот это просто не передать вообще. И он такой, ну как, рясо, нерясо. Так все из этого яркого эспекта, который ярче, чем он это все еще. Представляете, это удивительно. Значит, и он шел, и вот вроде как так вот, знаете, вроде как обнялся. Такое ощущение, вот так и обнялся. И он ближе, такой наборный, такой счастливый, такой. Умывается такой. Я ж, ну, знаете, это не передать такое чувство. Внутри меня, он чем ближе приближается, а внутри меня, знаете, вот 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 ощущение запомнилось такое. Как будто все мои внутренности, знаете, вот на порогубая его грусти, а не аж кипятыш. Сердце билось так, что вот это вот вот внутренность, ощущение такое было. Вот, но не больно было, а приятно, и очень так радостно. И потом, когда он уже близко был уже, вот, значит, кто-то хотел теперь, да. И вдруг все, голос, не голос, я до сих пор не знаю, что это было, и мы все так, что как-то достаточно, как-то и довольны, как-то так. И все исчезло. Снова стена, я вижу Иисуса, но ощущаю его настолько, что у меня аж все плокотало внутри просто-напросто. И жарко было. Тот день у меня прошел, вообще, в таком, вот этом, для меня две недели, в эти последние вот эти. Даже, когда вы мигали мне следующие сутки, я был очень рад, вообще. И даже дьявол пытался немного свыкать, копейки ставить. Значит, мы смешились, я не помню, наверное, не тот день, наверное, следующий день какой-то, Какая-то мысль, что-то такая поменула. А что, если в дисбах, значит, и будет все так плохо, как вот говорят. А у меня сразу будет, как нафтополосить. Слава Богу! Если с таким вот Иисусом даже тебя ваду, там будет рай. Вот, у меня такое было сразу такое чувство, что вот с таким Иисусом даже ваду будет рай у тебя, вообще. Вот это да. Вот. И поэтому на счет этого дьявол не смог даже сказать, что я тебе читаю. Афтоматник нанимал. Все. Гиво по любую. И вот, значит, интересно, как получалось. Да. Вечером мой ворота в коробку заступает. И я тут понимаю, что я улыбаюсь. Я все это время, за часы, целое время, я улыбался. Сам с собой стоял и улыбался. Представляете? Стоял и улыбался. И даже не просто не съездил на эту смену, значит, у них как получили даже. Просто стоял и улыбался. И все. Думаю, вот это да. Значит, я уже слышал, там, уже все уже сутки уже изучил, уже за это здесь. Значит, там, те камеры открывают. Анатолий будет открывать камеры, значит, я понимал, что сейчас вот карты в самый последний у нас. Вот. До меня должны быть грязи. Вот. И, представляете, значит, я понимаю сейчас. О, стоп. Ты меня добудет. Сейчас они зайдут. Думаю, что скажут, что надо рехнулся, наверное. Поэтому надо серьезное лицо изобразить. Но чувствую, что я очень трудно это сделал. Как обычно, у людей улыбаться не будет трудно, да? А у меня просто серьезное лицо, вот, заставится как-то серьезно. Думаю, нет, ну надо же как-то, ну, все-таки серьезное место как-то. Думаю, стоп. И я здесь уже целый месяц захожусь, как надо как-то изобразить как-то, что-то, 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 что-то. Да, ну, как, даже офицера, и есть как-то солдат, то вообще, я, ну, поэтому стал серьезным и держался в руках, чтоб... Но самое интересное, офицер заходил, но я так потом стал понимать уже спустя, что какое-то время, что они тоже что-то чувствуя, ощущая. То есть там атмосфера такая, в которую они попадали. Потому что до того они офицеры совсем в другом измерении. После этого они попадали туда, куда ко мне в картер. Знаете, такое было чувство, как вот, допустим, в офис, в офис, в офисе, в офисе, в офисе. Вообще, я даже, просто, извиняйтесь, что забыл. Вот это да. И так давно не слушают, разворачиваются, уходят. Закрывают на щепоте щепоте щепот. Вот. И интересно. Только объявляют потом еще дополнительные щепотки. Но мне было уже все равно вообще. Мне уже ранено. Самое интересное, я давно уже понял, что этот свет, он сделал такое чудо в моей жизни. Знаете, вот, мне не хотелось спать. Ну, вообще, просто смертельно хотелось. Вот немного уснуть. Ну, как-то нельзя спать просто. Вот. Не хотелось есть. И это непривычно не есть. А потом, когда привыкаешь, да, было... Вот, мое тело чувствовало, как будто оно полило хорошо. Поспало, хорошо. Пиво хорошо. Отдохнуло. Вот. То есть, мое тело было очень довольное. Сюда довольное, что, ну, как-то, трудно передать вообще. Вот. Хотя целыми сутками я только лишь мог там стоять. И, там, ну, два шага туда. Там, четыре шага, вторые два шага. Сюда. Значит, и все. И, как бы, и весь твой, ну, что-то. Канцер. Вот. Ну, да. Значит, и, представляете, значит, вот это туда, значит. И, ну, там будут меня орали. И, когда меня оттуда освободили, меня освободили. Вот. Меня из армии не увольняли, а освобождали. Особождался из армии. Вот. Значит, я, значит, не знал, что мне делать. Значит, куда, что-то, то, наверное, приди в часть. Ну, ладно, пошел в часть. Значит, прихожу в расположение работы, а я, значит, уже, кстати, полтора месяца не мыться, грязные, а гроши. Как из окружения вышел, да? Какой-то. Какой-то. Зашел в роду. Там вышескосовало молодежь. Я их не знаю уже. Там, наверное, все, типа, типа, кто-то дедушка. Как-то из окружения посты, из макиякан вышел вообще. Вот. Откресный. Вот, значит. И, помылся, пошел в оба, поел, значит. Феррую пищу. И самое интересное, и не было никого там. Ну, нормально. Все нормально. Как будто ел всегда. Ну, вот. Вот. Вот такой свет. И, потом, узнавая послесловие этого всего, вот, свидетельство, уже спустя некоторые годы, я все узнал. Ну, может, и все, но все узнаем на небесах. Вот. Ну, много что узнал. Вот. От одного бывшего враговщика. Этого полка, который в секретной части полка врагов служил там, значит. И он уволился. Как раз этот момент ждал, получается, конец 80-х. Союз уже разваливался. Вот. И, короче, он на этой половине и уволился. И пошел в церковь. Он и до того слушал, хорошо, значит. И я ему там Новый Завет доставал. И, кстати, я там больше полка офицера срубил Новыми Заветами. Хотя в то время была большая редкость вообще. Двадцать рублей стоило. В то время большие деньги были. Вот, значит, Новые Заветы. И плюс еще это дефицит большой. Но я у священника доставал. Значит, каждый раз там поместил Новые Заветы. Носил, значит. Офицеры с ладоницей. Создавали. Двадцать рублей тогда. Большие деньги. Тогда мое все. Солдатское жалование. Зависит было 30, если бы не было назовем. Как-то так было. Вот. На мой взгляд, все эти продлежности как-то. Вот. И, в общем-то. Ну, да. Мама моей семьи. Семья с ладоницей получала. Вот. И представляете, интересно. И тот прапорщик, я его доставал. И Новый Завет доставал тут. Вот. И, значит, мы с ним там встречались. Мы там пересекались, общались. Вот. И он рассказал, что даже когда вот это был противостояние, когда меня поценили в канцер. Многие офицеры, они как бы, знали, что это совершенно произвол, беспредел. Но против того офицера даже слова не видишь. Он настолько, ну, перед ним. Если начальник штаба нас встречал, кстати, старый полковник, то, значит, кто-то о многом говорил. Понимаете, значит, ну, такой был очень наглый был. Ну, и... И вот самое интересное. Он рассказал. А вы знаете, что случилось с ним потом? Я говорю, я не знаю вообще. Вообще, почему тут? Ну, когда тебя смотрели же там, я говорю, даже не интересовался. Я, значит, вообще, когда был в расположении роты, просто позвонили, потом, значит, со штаба, сказали Журавлёву идти за документами. Я пришёл, начальник штаба видел, принял документы, ДКП по правой имени, и всё. И меня лучше след расслабил. Оно мне больше не надо там находиться. Вот, и даже мне неинтересно было, почему, ну что, зачем. Хотя вопрос, что у меня возникли, что офицеров такого нету тогда? То есть, в обычном основном, офицеров больше, чем в салатах. Все офицеры как вымерли. Ну, думаю, мало ли каких-то мероприятий. А там много всего произошло в то время. И самое такое трагичное, что нам произошло, это вот тот офицер, он погиб. И, притом, он чемпионом вот такого плавания, утонул. Наконец-то не гляжет вообще. Там утонуть надо было ещё не удлиться вообще. Его тело нашли когда-то. Ну, понимаете, там озеро Синешин огромное. И, с другой стороны, там да, там можно ещё удлиться, как утонуть. Но, значит, с этой стороны, или часть, в принципе, да, ну... Вот так. Поэтому там вслухи ходили, чтобы ему помолюкнуть. Вот. Понимаете, Миша тоже. Ну, опять-таки, теперь только на небесах мы узнаем все подробности, что с ним там произошло. О!